Конечно, это повлияет, но вообще все это началось же неспроста. Поэтому Запад считает, и в том числе США, прежде всего, что им выгодно вот этот вот конфликт использовать для реконфигурации связей с Европой. Прежде всего, в энергетическом секторе. То есть отрезать Россию от его главного источника ресурсов финансовых, а именно от экспорта энергоносителей. Все это переоритация на Китае, это еще бабушка на двое сказала, это все затратно очень. А то, что реально, это вот уже действующая инфраструктура с Европы, это львиная доля наших доходов, это налаженные связи. И поэтому, если их удастся обрубить или значительно уменьшить, или, по крайней мере, заложить вектор, то есть вектор изменения. То есть когда процесс просто уже сейчас стартует и постепенно, в течение одного, двух, трех лет, приведет к значительному утеснению России с европейского рынка энергоносителей. И к замене там США, Канады, Австралии и другими странами. То есть вот этот экономический процесс, мне кажется, остановить уже сейчас очень трудно. Потому что дальнейшие события могут его только ускорить, поскольку любая эскалация на Украине будет использоваться для того, чтобы еще больше убедить всех, что надо двигаться в этом направлении быстрее. В Европе надо консолидироваться, принимать какие-то решения, идти на какие-то даже уступки и, может быть, даже тяготы определенные, для них непривычные, для того, чтобы избавиться от зависимости от России. Кроме того, конечно, дестабилизирует это все финансовый рынок, финансовую систему России. То есть она перенапряжена. Золотовалютные резервы вообще не рассчитаны просто на такие вещи. Они просто, сама наша финансовая система не рассчитана на вариант жесткого противостояния со всем миром. Она просто по-другому устроена. Поэтому просто сами золотовалютные резервы недостаточно для этого. То есть они достаточны для спокойного обслуживания торговли и капитала потоков, но они достаточны для того, чтобы действовать в том же режиме, когда идет конфронтация. Поэтому это серьезная проблема. Отток капитала громадный и подрыв полнейших внутренних инвестиций. Потому что кто же будет в такой ситуации инвестировать. Поэтому мина под банковскую систему. Потому что когда все время говорится о войне, санкциях, тогда первая реакция людей – забрать деньги из банков. Это логично. Я все время слушаю по телевизору, что будет война, не будет война, будут санкции, не будут санкции, то нормальный человек пойдет, заберет деньги. То есть я еще удивляюсь, что еще не так много людей забирают деньги. Это значит просто, что у нас люди такие оптимистичные, они как бы не привыкли страховаться. Или многие, может, не попадали под 98-й год или под 91-й. Выросло некое поколение таких вот более оптимистично настроенных людей. Но в перспективе это может усилиться, потому что увидят, что идет девальвация, то есть будут забирать деньги из банков и так далее. Темпы роста снижаются, никаких перспектив на их, даже на то, что они на нулевом уровне останутся нет. Поэтому, на мой взгляд, уже влияние от всего этого есть. Но я подчеркиваю, что это влияние не только от конфликта с Западом. Это, в том числе, и закономерный результат развития нашей экономики за много лет. То есть она уже подошла к этому изначально в плохом состоянии. То есть больна всеми болезнями, да еще добавился конфликт с Западом.